он уехал утром на работу ничего не подозревая я отвела детей к его матери и у меня было шесть часов на то чтобы убежать меня зовут алена я родилась в городе ленинске кузнецком это небольшой шахтерский городок в сибири закончив институт я вышла замуж честно сама до сих пор не понимаю зачем потому что он сам вырос в той семье где физическое насилие мужчин над женщиной было абсолютной нормой и я знала об этом но как любая женщина наверное я надеялась на то что уж я то точно смогу его изменить это всегда было очень громко это всегда было нецензурно это всегда были ужасные крики и вопли и когда моему новорожденному сыну было две недели от роду я первый раз ушла от своего мужа я переехала к своей маме мама забрала меня к себе я прожила у нее около шести месяцев и затем нашей семье произошло большое горе случился пожар моя мама погибла в пожаре погиб мой маленький племянник я сама спаслась оттуда чудом я спасла своего ребенка ему тогда было семь месяцев на тот момент и после этого мне просто некуда было идти я маленький ребенок нет документов нет одежды нет вещей нет ничего и мне пришлось вернуться к своему мужу и каждый раз когда я возвращалась я наталкивалась на злорадство своего мужа что да ты приползла ты вернулась назад ты ничего не можешь ты никто ты не что я была координатором в эйвен я готовила себе финансовую подушку для того чтобы уйти и этот день настал накануне моего ухода состоялась региональная конференция в городе бердске участие в этой конференции это ощущение себя причастны к чему-то вот такому большому я поняла что все я не хочу так больше жить а он уехал утром на работу ничего не подозревая я отвела детей к его матери и у меня было шесть часов на то чтобы убежать грузчики сносили вещи это все было очень быстро и я выходила из дома я увидела что подъезжает машина моего мужа он таскал меня за волосы по всему двору окуная лицом в грязь в лужу подруга собралась и отвезла меня в больницу но оказалось что у меня очень сильные ушибы сотрясение головного мозга смещение шейных позвонков я очень долго боялась выходить на улицу я не выходила на улицу когда темнело я не отпускала никуда детей и заявление из полиции я забрала потому что если ну в нашем государстве если у детей судимый отец то детям невозможно поступить в какие-либо учреждения учебные невозможно работать в муниципальных органах после того как произошла эта ситуация я начала жить впервые за 11 лет жизнь стала играть другими красками совершенно мы с детьми стали на самом деле свободны мы могли пойти куда угодно и делать что угодно и я знала что мне нужно быть финансово независимой и эйвен всегда со мной эйвен поддерживал меня и морально и физически и материально после всего того что мы пережили вместе с детьми сегодня я могу сказать что я с уверенностью смотрю в будущее я очень надеюсь что моя история возможно поможет кому-то собраться с силами собраться с мыслями перестать терпеть то что происходит и выйти начать новую жизнь выйти на новый этап не ждать не терпеть не молчать искать поддержки если нет возможности финансовой просить поддержки у родных близких знакомых